Приветствую всех любителей пошаговых стратегий. Вы слышите Лёшу Халецкого, и я вам расскажу о третьем патче к шестой цивилизации, который вот буквально, можно сказать, сегодня рано утром появился. Я уже поиграл, посмотрел, что к чему, написал на русском языке все изменения у себя на сайте. Если хотите меня не слушать, не смотреть видео, а просто прочитать, то переходите. Вот ссылка в правом верхнем углу появляется, либо в описании, и читайте. Я же расскажу, что нового, и выскажу свое отношение к тому, как Фераксис улучшает Сидмерс Цивилизацион 6. Но для начала перейду в Steam, видите, это центр сообщества шестой цивилизации, потому что самое главное, что появилось, по-моему, с этим патчем, это возможность делать, добавлять моды и инструменты для этого. Во-первых, вот заработала уже мастерская, и несмотря на то, что даже суток еще не прошло, уже тут куча модов всяческих есть. Ну, я, честно говоря, не рекомендую вам ими пользоваться, просто потому что, извините, слишком мало времени прошло. Пусть их кто-нибудь потестирует вообще, посмотрит, поотзывается. Потом можно, не знаю, через недельку, через две приходить и смотреть, что тут интересного есть. А вот то, что появились инструменты для делания модов и вообще для того, чтобы копаться во внутренностях игры, это классно. И в первую очередь я вам объясню, где надо все это дело искать. Для Кати Даля Пятой Цилы, для Beyond Earth все то же самое было, меня просто часто спрашивали. Заходите в Steam, естественно, если у вас куплена шестая цивилизация, вам это будет доступно. Библиотека, наводите мышкой, видите, тут есть игры, программы, т.д. и т.п. И вот, инструменты. Заходите в этот раздел инструменты, мотаете, делаете сортировку по алфавиту. И вот вам, пожалуйста, видите, у меня для Пятой Цилы установлены инструменты. И вот для Шестой, специально для вас я уже установил. В чем отличие между Development Tools и Development Assets? Tools — это конкретно сами инструменты. Давайте запустим. ModBuddy — это для делания мода. Steam Workshop Uploader — это для того, чтобы их загрузить в Workshop. и Fire Tuner — это для отладки багов, для проверки. Я, конечно, не программист, но это я просто в двух словах рассказываю. Даже, наверное, запущу вам ModBuddy. Кстати, для этого еще Visual Studio надо будет. Но он, если у вас нет, он у вас автоматом загрузится, и тут у вас будет возможность со всем этим разбираться. Я не буду все это вдаваться. А вот Development Assets — это конкретно все внутриигровые арт, скрипты и прочее, прочее, прочее в распакованном виде, и он при загрузке 7 гигабайт занимает, а когда вы его установите себе на компьютер, это 27 гигабайт будет. То есть вот эта штука — полностью весь инструментарий от игры. И я надеюсь, что другие люди не Firaxis доведут игру до ума, потому что Firaxis, честно, по моему мнению, занимается какой-то фигней. Сейчас я вам расскажу, что они нового этим патчем добавили. То есть вот это самое главное, потому что благодаря этим инструментам, думаю, другие люди будут доводить игру до ума. Во-первых, наконец появилась возможность командной игры. Смысл в том, что почему-то она доступна только в сетевых партиях. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, оно и будет востребовано больше всего в сетевых партиях. То есть, видите, появился такой интерфейс выбора команд, когда тут будет больше игроков. Но многие любят играть и против компьютеров. Ну, конечно, тут просто можно поставить компьютер. Но дело в том, что многие не заходят в сетевую партию, они хотят пойти против компьютера играть, и там этого интерфейса нет. Так что, если вы хотите с компьютерами сыграть командную партию, то заходите в сетевые игры, создавайте сетевую игру. И вот здесь уже выбирайте, чтобы был компьютер, будет играть, и выбирайте команды в данном случае. Тут две вещи интересные. Во-первых, естественно, изменяются условия победы в командных играх. Для религиозной и культурных побед надо, во-первых, чтобы религию кто-то один из участников команды распространил. Ну и для культурной победы, соответственно, тоже, чтобы кто-то один стал доминатором культурным на планете, тогда побеждает вся команда. Но самое интересное тут исследование технологий. Если вы в команде, когда один из участников команды исследует технологию, то второй получает к ней, к этой технологии, буст. Ну, эврику или вдохновение. Ну, это касается и социальных политик тоже. Помните, в пятой вы вместе исследовали сразу? Нет, здесь только вдохновение или эврику вы получаете. Но еще самое главное. В обычной сетевой игре, даже если вы не командами играете, если вы заключаете союз, то вы получаете бонусы как от команды в этом случае. То есть теперь союз — это очень такая важная механика становится. У вас получается общий обзор. Ну, кстати, это в настройках можно регулировать. Вот видите, радиус обзора союзников объединяется. Это можно выключить, но я бы, наверное, не выключал. Интересно все-таки. И начинаете... То есть это не просто открытые границы становятся и все. Отличия от дружбы к союзу практически никаких не было. Теперь это есть. Кроме того, как видите, вот ползунок появился «Города-государство». Наконец-то их можно регулировать. Либо вообще выключить, либо поставить больше, меньше. А то вообще как-то «Города-государство» нельзя было отключать в принципе. Ну, в связи с появлением модом переработали страницу «Дополнительный контент». Теперь оно тут вот так все красиво выглядит. Ну, пока тут, видите, NQ-моду я поотключал. Теперь не просто галочками, а надо заходить и нажимать на кнопку «Отключить» или «Включить» вот эти все сценарии. Появился новый сценарий, еще «Провинциальный магнат», но это не с патчем, а у тех, у кого Австралия загрузилась. Австралия бесплатна для тех, кто купил «Делюкс-версию» и платна всем остальным соответственно. Не знаю, ну, наверное, будет удобнее, когда у вас будет куча модов, но зачем это все перерабатывать? По-моему, раньше было лучше просто вот такую галочку «Включаешь-выключаешь» и все. Что изменилось в самой игре? Хотел бы я сказать, что много всего, но на самом деле это абсолютно не так. Вот я специально за новую нацию, за Австралию начал игру. Опять же, на последнем уровне сложности. Опять на меня все вокруг понападали. То есть вообще практически нифига с этим не меняется. Но самое забавное, что они потом опять от меня отстали и кучу мне вручили контрибуции за это. Несмотря на то, что они меня вот тут очень сильно гнобили, нападали. Даже индус мне объявил войну, которая самая миролюбивая нация в игре. То есть искусственный интеллект, по-моему, мягко говоря, свое поведение не меняет практически никак. Что с интерфейсом? Самое главное требование, которое у всех игроков уже, который месяц висит, добавьте очередь строительства. Думаете, они добавили? Ничего подобного. Это самое сложное для разработчиков из Firaxis. Добавить очередь строительства в пошаговую стратегию. Что может быть важнее? Это вообще, по-моему, один из главных инструментов развития в пошаговой стратегии очередь строительства. Чтобы тебе не ходить по каждому городу и не вспомнить, что ты тут хотел построить вообще, в принципе. Это реализовано давным-давно, лет 20 назад, везде, где только можно. Нет, третий патч, они не добавляют очередь строительства. Это прямо за то. Ну хорошо, пишут стартовые позиции, генерация карты были улучшены. Ну возможно. То есть не так теперь уже совсем уж близко я тут был. Вот смотрите, где-то англичанка где-то примерно вот тут появилась, я появился тут, индус где-то тут. То есть не прямо уж близко-близко и, в общем-то, ну возможно. Возможно, но это не самое главное. Изменили баланс дерево-технологии. Очень много они просто в NQ-моде подсмотрели. Ну это логичные изменения, я не понимаю, почему это не было в начале игры. Например, больше стрельба из лука не тупиковая ветвь, а ведет дальше к верховой езде и так далее. Стремена дальше перенесли, и стоят теперь они больше в изучении науки. Индустриализацию, чтобы открыть, надо исследовать прямые паруса. Вот, видите. То есть просто в индустриализацию уже так быстро не выйти, как раньше было. Ну блин, вот сейчас дерево-технологии реально напоминает такой из науковид-мода. Стали варенье с нарезными стволами соединили. Ну, опять же, этого маловато, потому что в химию опять можно по верхней ветке просто идти и особо не заморачиваясь. Прям химия, ракетостроение. Правда, здесь уже все-таки для новых деталей космических кораблей придется и нижнюю ветку изучать. Чтобы не было совсем уж сладко. Научную теорию соединили с банковским делом. Ну, то есть более-менее балансируют дерево технологий. Радио идет в компьютер. Все это очень похоже на то, что было в ноу-квит-моде, и людей, которые в него играют, это особо не удивляет. И этих изменений мало. Тут надо менять стоимость исследования технологий. Не только Стремя, но и многих других. Менять немножко дерево, чтобы не так все это быстро происходило. Не знаю, как-то медленно все это все вносится. А вот быстро и постоянно изменения вносятся в приложение 2GIS. Справочник и каталог организации, а также карта городов. Своевременные изменения в картах, правки в информации о организациях. Никаких откладываний на многие месяцы, как в случае с Фераксис. Потому что 2GIS уважает своих пользователей. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Ну, какие еще особенности изменения баланса? Теперь при постройке и гавани, и коммерческого района в одном городе только один торговый путь вам будет даваться. Либо от гавани, либо от коммерческого района. Ну, то есть вы не сможете. Потому что раньше действительно вот города, стоявшие на море, это очень неплохой буст давало. Теперь этого нету. Только один торговый путь. Либо от гавани, либо от коммерческого района. В патчноуте написано, что генерация льда изменилась. Действительно, раньше очень часто получались карты, из которых невозможно было проплыть. И из одной половины в другую. Вообще практически все карты такими получались. Вот я лучше так скажу. Теперь все-таки льда не так много будет. Да, еще забыл упомянуть про технологическое дерево. Теперь многие ресурсы открываются до того, как надо будет строить юниты, требующие эти ресурсы. Вот, например, видите, селитра раньше в порохе была. Нет, теперь она перенесена в военную инженерию. То есть вы сначала открываете селитру, а потом вы открываете юнит. В данном случае мушкетеры, с помощью которого вы должны строить. Наверное, касается то же самое, да, паровой двигатель. Видите, перенесли уголь в индустриализацию. Потому что раньше был в паровом двигатель. Сначала вы открываете уголь, а потом юнит, с помощью которого вы строите. Блин, ну это такие, блин, логичные изменения. Я не понимаю, почему для этого нужно было три патча уже выпускать. Ну и в связи с этим, кстати, если у вас, вот вы открыли мушкетеров, но у вас нету селитры, не пропадает возможность строительства мечников. То есть вы сможете, наконец-то, продолжать строить устаревшие юниты, несмотря на то, что у вас нету ресурса для создания новых юнитов, более совершенных. Написано, опять же, в патчноуте, что улучшен искусственный интеллект. Например, такая фраза, атаки искусственного интеллекта стали более продуманными. Что-то я этого не заметил. Ну, я думаю, что через несколько дней я сделаю стрим, опять же, в шестой циве на божестве. Вместе посмотрим. Может, действительно продуманными появились. И еще классно. «Повышено желание объявить дружбу». Нифига. Вообще никто не объявлял со мной дружбу. Я две игры реально сыграл. Возможно, когда я опять супер-пупер развит, тогда все начинают со мной дружить, естественно. А так, ничего подобного. Варвары, чей лагерь был разрушен, становятся агрессивными. Вот это интересно. Да, действительно так и было. То есть они там начинают носиться, прям на тебя там лезть. Это правильно. Это логичное и правильное изменение. Ну, и также варварам дали возможность, наконец-то, лечиться за разграбление клеток. До этого они подобным не занимались вообще. Ну, исправлены баги. Но, опять же, самые главные баги нифига не исправлены. Два главных бага. Это, во-первых, когда вы выходите в строительную инженерию, вам всем городам даются стены. Ну, как будто есть стены, на самом деле. Не стены, но просто защита такая дается. Ну, строительная инженерия, это довольно далекая, вот, строительная инженерия. Открывает городские укрепления, автоматически дающие всем вашим городам по 200 единиц мощь. В начале игры у вас есть такие юниты, как таран и осадная башня, которые снимают защиту с города. То есть игнорируют ее. Если у вас там средневековые стены построены, да, там, стены возрождения. И они внезапно, этот же таран и осадная башня, продолжают работать против современных, типа, защитных укреплений. Хотя, естественно, по логике не должны. Вы должны использовать артиллерию. Этот баг не исправлен. Он очень важный. Не исправлен. Другой баг. При разрушении космопорта, каким угодно способом, вы скинули на него ядерную ракету, вы шпионом разрушили космопорт. После того, как вы почините космопорт, в нем проекты строительства деталей для космического корабля начинают занимать всего один ход. Этот баг тоже не исправлен. При соединении клеток к городами все равно всякую фигню делают. Ну, например, давайте зайдем в Канберу. Почему она хочет добавить вот этот холм вместо пшеницы, спрашивается. Но это, ну, тут как бы уже много клеток добавлено. Вообще, клетки добавляются просто бездумно. Я знаю, что механика сделана так, чтобы просто сначала добавить все клетки во втором радиусе, потом третьей. Но частенько бывает, что игра хочет добавить гору вместо того, чтобы добавить какую-нибудь клетку, которая хоть какие-то ресурсы дает. Нифига, это тоже ничего не исправлено. Вообще, как будто не имеет никакого отношения к игре. Ну, исправлена, правда, известная ошибка с Конго, когда реликвии начинали как-то странно складываться. И там количество веры умножалось. И реликвии в столице Конго начинали там что-то 2000 веры давать. Просто, ну, ужас. Ну, хоть одна вменяемая ошибка. Зато добавили эффект снега, эффект песка, вот, визуально. Ну, это все очень важно, естественно. Лучше бы они немножко холмы еще переработали, потому что я продолжаю частенько не понимать, где находятся холмы. Ну, да, песок. Песок теперь стал выглядеть лучше. Как здорово. Добавили уведомления о потере территории в результате культурного захвата. Но это способность у Польши такая, когда район ставите, вы можете захватить чужую территорию. И у Австралии, кстати, появилось. Это все, конечно, замечательно. Но опять, нету появления уведомления, что я могу обстреливать юниты городом. Нету уведомлений, что чужие юниты на моей территории находятся вражеские. Нету уведомления, что новая клетка добавлена. Нету уведомления, что у вас город вырос. То есть, ну, то, что было удобно в пятой цивилизации, вот этого ничего нет. Зато, конечно, потеря территории в результате культурного захвата – это самое важное уведомление, которое нужно было добавить. Ну, естественно, тут Австралия добавлена. Ее способности, опять же, можете прочитать. У тех, у кого будет Австралия, еще добавлено новое чудо природы – Улуру, которое рядом с собой дает веру и культуру. Но, в принципе, откровенно, этот патч, мягко говоря, очень слабоват. Для двух месяцев разработки не меняет он игру как-то существенно, не улучшает он ее. Она до сих пор, вот шестая цива, продолжает выглядеть, как будто она в раннем доступе. Вот что вы хотите, делайте. Невозможно. Я считаю, что в ванильную циву на данный момент просто скучно играть. Нету смысла. Поэтому обращаем свое внимание на мододелов. Самое главное в этом патче – это то, что дали инструменты для делания модов. Вот это, слава богу, видимо, таким образом Фераксис просто расписывается в собственном бессилии, ребят. Типа, мы не можем ничего с игрой делать, давайте вы ею занимаетесь. Посмотрим, что сделают мододелы. Пока мы продолжаем, видимо, на NQ-моде в сетевых играх играть. Против компьютера ванильная цива вполне нормальная, если еще не брать внимание, что тут фиговый интерфейс. Нету ни очереди строительства, нету демографии до сих пор. Ну, блин, демография, ну, ребята, ну что это? Это вообще не нужная вещь, что ли, в игре, по вашему мнению? Нету очень многих интересных вещей, типа, куда у вас бегают караваны, какие у вас заключены договора, с кем вы торгуете. Это все очень плохо, что-то до сих пор не добавляется. Это уже столько раз игроки писали в Фераксис, ну, фиг с ним, раз так. На этом все, пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры и теребите там Фераксис, чтобы они, наконец, выпустили доделанную игру. Спасибо, что досырели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досырели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все, играйте в умные игры.